Приветики, омлетики мои сладкие. Я отошёл от инцидента с локалкой и решил поиграть на ПВ сервере. Прихватил с собой своего кента и начал искать сервак. Наткнулся на один. Название, естественно, вам не скажу. На первый взгляд всё классно. Хороший онлайн, админы не вмешиваются от слова совсем в игровой процесс. Классные рейты. Но есть один недосчёт. Казуал отсутствует. Мне было интересно попробовать что-то новое, ведь я всю жизнь играл на казуале. Исключение ПВП. В прошлый раз вы набрали 20 лайков и 10 комментариев, поэтому видос вышел так быстро. Давайте в этот раз попробуем собрать 30 лайков и 15 комментариев. Я вас уверю. Ну что ж, пусть Виаларик сыграет Майн с Бездрами, а мы продолжим ебашить контент. Приятного просмотра. Летом 21 года у меня появился айпад. Тогда я познакомился с пленкинтом, и мы вместе пошли на какой-то рандомный сервер. Мы там построили коробочку из камня. Потом на следующий день включили ПВП и нас зарейдили. Как вчера помню, честное слово. У меня нет особых планов на эту серию. Нам нужно построить где-нибудь здесь маленькую, небольшую кибиточку. Выйти в металл, естественно. Потом уже построим плод. Там построим кибитку. Приручим существ, которые пригодятся нам для постройки нашей базы. Ну и в принципе все. На этом серия, скорее всего, и закончится. Нам нужно нормальное оружие, чтобы усыплять живку. Да и просто броняться. Поэтому сейчас выполним задание охоты на дела фазавров, и все будет в шоколаде. Палик Чоков. Любопытно, кто меня заставит. Да. Парень в бронированном костюме. А снять? Кто ты из него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Угрозой ты можешь и не быть. Но брось прикидываться героем. Героем? Как ты? Это лабораторный эксперимент, Роджерс. И все-таки особенное удовольствие, родом из пробегки. Я надеюсь, мне этот человек скажет спасибо. Как можно вообще оставить живку в открытом месте, так еще и на пассиве? Игроки ПВС как меня удивляли, так и удивляют до сих пор. Ну, неплохой лук, в принципе, для средней сложности. Теперь давайте выполним задание охоты на мегапираньи, так как нам нужен бальзам для приручения Псернодона. Мой кент, в принципе, делает то же самое. У нас всегда старты одинаковые, что на ПВП, что на ПВЕ. Осталось последнее пиранье. Давайте ее сейчас быстро загасим. Все, бальзам у меня. Теперь надо думать, что будем делать дальше. Рексы, в принципе, можно убить. Тут 3x Harvest, 5x Hatching. В принципе, кожа должна быть нормальна, по идее, из него. Я сейчас чуть не помер. Борионикс выпрыгнул с воды, блин. Половину хп меня отснял. Вообще, жесть. Давайте выполним задание на тканевую и кожаную броню. Ты бишь, одеваешь, и тебе будут ботинки. Большой прочности, гиперизоляции. Ну и все такое. Давайте, наверное, вот здесь по струнке битку. Здесь такой камершик. Мы все равно не будем делать стенки. Я хочу поставить забор. Две печки, верстак, кровать. Даю ступки. Да и, в принципе, по дефолту, как сказать. Да что ты ко мне приебался? Ты меня заебал. Этот гений подогнал мне кровать, как будто бы я не умудрился бы ее скрафтить. Лучше бы железный топор подогнал или кирпул. Мои молитвы были услышаны. Зашибись. Ну, теперь фармить хотя бы быстрее. Пора выясить в металл, так металлическими инструментами фармить намного быстрее. Да и нам нужно скрафтить металлическую броню. Потому что рапторов никто не отменял. Полетели домой. Никогда не понимал, зачем люди приручают спинозавру. У них же все плохо раскачивается. Вот приручили бы, я не знаю, ну, Рекс. У него все хорошо раскачивается. И урон, и вес, и хп, в принципе. А спины это вообще такие пидарки. Я в душе не чаю, зачем нам селитра. Но раз уж мой кентофорик ее начал крафтить, то, в принципе, почему бы и нет. И, наконец-таки, у нас появляется верстак. Супер. Руслан решился приручить дудо. В принципе, верно. Для задания, для рис, для киблов, все такое. Наконец-то, металлические инструменты. Крафтим, естественно, по две штуки каждого. Теперь металл нужен на металлический флаг. Артефан охотника сюда. Металл переплавился. Мы можем скрафтить себе уже два сета брони. Я вот думаю, может покрасить инструменты и броню в черный. Просто мы обычно красим в красный, либо в синий. А тут, пожалуйста, найти черный. Короче, свалил черные красители. В принципе, как и хотел. Сейчас покрасим будем полностью черными. Хотя мы и так черные. Тиммит решил приручить низкоуровневого трайка. Понятное дело, мы бальзам в него тратить не будем. Так, сколько у него там глушения? Что-то он вообще не попадает. Давайте я ему помогу. Как он мне объяснил, ему трайк нужен чисто собрать ягод немножко. Ну, то есть наркобэри хотя бы тысячи или полторы тысячи. Потому что руками собирать, ну, мы заебемся. Нам нужно немножко наркотэй хотя бы на первое время. А потом уже посмотрим, как получится. Мы же будем приручать бронтозавра, скорее всего. Все. Сейчас пробежим в лавовую пещеру. Обычно я, ну, пробегаю, беру артефакт, сразу же прыгаю в лаву, так как собирается очень много... Извините. Очень много живки собирается. Сейчас мне нужно прибежать и убежать обратно. В принципе, я думаю, смогу. У меня 170% скорости. Вроде как 300% стамины. Кстати, на этом серваке дают сразу же соту уровень. Не 96, не 97, не 89, а именно сотый. Это мне очень понравилось. Типа, грифона можно приручать абсолютно любого уровня. Вот, как-то так. А мы уже потихоньку подходим к нашему артефакту. Капец, здесь живки. Я манал. Теперь главное не свалиться. Все, хорошо. Так, теперь нужно убежать, да? Ну, давайте пробовать. Идем обратным ходом. Воу-воу-воу-воу. Куда столько? Отлично. Капец, тут рано, господи. Кстати, был, короче, у меня баг. Ну, при этом делал не один раз. Вот, отхожу. Вот, пожалуйста, только что. Отхожу буквально, ну, до метров уже 10 убегаю. Потом селепортируюсь обратно к Ронелу. Или же к Скорпиону. Чаще всего, к Скорпиону. Он меня хватает. Скорпион меня не бьет. И, естественно, я засыпаю. А вот Ронел, он связывает меня паутины. И хрен, я уже куда выпрыгну. Я эту игру, конечно, ненавижу. Да. Капец. Когда сервис охраняется, постоянно какие-то лаги происходят. В принципе, логично. Ну, в принципе, все. Считайте, я задание выполнил. Выполняю задание на ход Балзилазавра. Вот. Ну, и серым мечом. Но даже серым мечом он довольно-таки неплохо убивается. Короче, тиммейт нашел себе Птера. Я нашел себе Птера. Очень странно. Балз сработал, конечно. Ну, да ладно. Байзам у нас, в принципе, есть. Я не помню, какой уровень у его Птера. Ну, у него 25-й. У него, вроде как, 145-й или 150-й. Я, честно, не помню. Вроде 150-й. Короче, плыли мы на Бобровку. Будем жить около Бобровки. Я полетел на Птерна Донию искать себе либо Аргентависа, либо Анкилозавра. Короче, кого первым найду. Высокого уровня вот такого. И приручу. И, короче, нашел 135-го. А еще я ненавижу эту игру, бля. Так, ну, короче, давайте таймить уже этого Аргента. В принципе, конечно, урона моего Лука не очень много. Но успеть должен. У него, вроде как, 5-й оглушение. Это вообще немного. Стрелу 10-20 потратить. В принципе, не жалко. Ну, слава богу, урон регает. Потому что, когда я убил 5-го Аргентависа, у меня плюс-минус 10 стрел не зарегало. Все, 135 Аргентавис. Очень красивый. Беленький. Будем таймить. Мы нашли 150-го Мамонта. Только ему не повезло заспавниться здесь. Потому что здесь полная ваханалия творится. И нам сейчас нужно как-то зачистить. На сервере сейчас лаги идут. Я вообще сюда еле-еле зашел. Так как... Я не знаю почему. Было 18 человек из 20. А потом было 17. Мне говорят, сервер заполнен, блядь. Зайдите позже. Честное слово. У меня еще и вылетает иногда. Мне как будто сама игра говорит. Мол, не играй в меня. Удали меня. Пожалуйста. Я не хочу. Так. Наконец-таки зачистили спаун здесь. Сейчас будем таймить потихонечку. У него вроде как 5 или 6 к оглушения. В принципе стрел нам хватит, понятное дело. Ну, таймить с лука. Если честно, я уже отвык. 2900 к этому. А, 5400 оглушений. Короче, почти 5500. Сейчас я мейс крафтит шипы. Мы его окружим, когда у нас уснен. Господи, потому что здесь и аргенты, и птицы. Сиренодоны. Ой, какие сиренодоны. Волки. Я уже заговариваю. Здесь настоящий лезяной ад. Мы окружили его двумя слоями. Двумя слоями. Господи, как называется, с шипами. Сука. Короче, что я, что тиммейт, оба задолбались уже. Не хотим играть сейчас. Здесь построим лагерь небольшой. Поставим кровать. Тейтим сюда всю живку. У всех поставим на нейтрал. Плот отгоним, как называется, к краю карты. И я завтра уже утром потихонечку поиграю немножечко. Построю там плот. Ой, господи, построю уже. Все, бля. У меня мозг попал. Серьезно. Я не могу в это играть больше. Я не могу играть в эту игру. В общем, увидимся, получается, в следующем днем. Всем привет, ребят. Только проснулся. Следующий день начинается с приручения Феомии. Ай, бля. Короче, я нашел 120 анкилозавра. А до этого я нашел 150-го. Но он заснул в воде, и я его лишился. Максимальный уровень на этой сложности анкилозавр. Анкилозавр. Я его лишился. Так, все, он уже убегает. Сейчас заснет, скорее всего. Все готово. Все, анкилопритомился. Отлично. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. Мне уже как будто сама говорит, пожалуйста, перестань меня играть. Всем большое спасибо за просмотр. И помни, все только начинается.